Мы находимся на Химкинской аллее любви и примирения. И это место как нельзя лучше подходит к сегодняшнему празднику. 6 июля отмечают Международный день поцелуя. А насколько много мы знаем об этом процессе? О пользе и особенностях мы решили поговорить с врачом Химкинской областной больницы. Яна, расскажите, пожалуйста, что происходит с человеком, когда он целуется? Происходит по большей части выработка гормонов. Это серотонин и эндорфин. Это нейропептиды, которые гормоны счастья, удовольствия и радости. В принципе, это равносильно иногда съеданию шоколада, то есть то, что доставляет какие-то другие радости. Происходит то же самое. Говоря о шоколаде, есть такой стереотип, может быть, это не стереотип, что во время поцелуя сжигаются калории? Ну, смотрите, поцелуй – это, в принципе, работа. Участвуют, задействовано более 30 мышц на лице. Соответственно, естественно, сжигается количество каких-то калорий, потому что затрачивается энергия. В принципе, это логично. Но сказать, что если вы будете очень долго целоваться и похудеете на пару килограмм, я думаю, что это немножечко неправильно. То есть, если хочется поднять себе настроение, гораздо полезнее для фигуры поцеловаться, чем съесть шоколад? Ну, в принципе, наверное, в какой-то степени да, потому что поцелуй работает, ты работаешь, калории сжигаются. И, в принципе, может быть. В интернете, если загуглить пользу поцелуев, то выйдет целая серия статей, где рассказывается буквально обо всем. Поцелуй подтягивает мышцы лица, поцелуй лечит кариес, поцелуй поднимает настроение, конечно же. Давайте сегодня разберемся, все-таки, что из этого миф снижает ли поцелуи давление. Ну, смотрите, вообще, если разговаривать о поцелуях, немножечко уйду в историю, откуда это пошло. Британские ученые где-то в 60-х годах, они выдвинули такую гипотезу, что поцелуи вообще пошли от обезьян. То есть, когда мама разжевала пищу своему детенышу в связи с тем, что он очень маленький, да, и она передавала это через рот, ему эту пищу. И было замечено, что малыш, он успокаивался. Мифов вокруг поцелуев сложилось очень много. И если считать по поводу давления, ну, тут тоже, смотрите, оно немножко двоякое, оно больше его нормализует. То есть, если ты целуешься с человеком, например, у которого у тебя очень сильные чувства, вот новые эмоции, да, и ты испытываешь какой-то страх перед этим человеком, да, что вот смущение какое-то. И поэтому, естественно, когда человек целуется, у него, ну, происходит что-то микростресса какого-то, да, и давление в этой ситуации как раз может, наоборот, повыситься. Если же, наоборот, происходит это с близким человеком, да, которому ты доверяешь, у которого у тебя длительные отношения, то, наоборот, серотонин, он является таким антидепрессивным действием, обладает, да, и, наоборот, человек входит, ну, чувство тревоги у него снижается, он становится более расслабленный, и давление как раз вот здесь может тоже нормализоваться. Избавляет ли поцелуи от спазмов и головной боли? Ну, смотрите, эндорфины и серотонин, они влияют на сосудистую стенку, да, сосудов, да, нашего организма, и сказать вот прям точно, да, что ты поцеловался, и у тебя пройдет головная боль, я думаю, что ученые просто до этого еще не дошли. А то, что они положительно влияют на сосудистую стенку и могут снимать вот этот тонус, да, сосудов, в принципе, можно сказать о том, что головная боль может уменьшиться. Еще я читала о том, что поцелуй подтягивает мышцы лица, потому что очень много мышц задействовано, так ли это? Да, есть такое, что при поцелуях у тех, кто чаще целуется, у них есть шанс того, что в будущем у них будет меньше морщин. Влияют ли поцелуи на иммунитет? Нет. Больше сказать, что влияют положительные эмоции, которые возникают при поцелуе. В принципе, это будет сказываться на улучшении вашего здоровья. Польза от поцелуя связана с тем, как человек целуется, то есть короткого поцелуя в губы достаточно или нужен непременно французский? Нет, но если взять действие на мускулатуру, то, естественно, чем интенсивнее вы целуетесь, тем больше работают ваши мышцы, поэтому, возможно, что не будет потом морщин. А вообще ученые, мнение ученых разделилось на два лагеря о пользе поцелуев. Есть даже наука специализированная, которая изучает поцелуи, но мы, к сожалению, не можем с точностью до 100% сказать, что происходит непосредственно в организме, когда человек целуется, и как объяснить некоторые вещи, которые возникают при поцелуях, точно так же, как мы не можем сказать, что такое любовь, откуда она берется, и что вообще происходит. То есть поцелую, как и любовь, как и чувство, по-прежнему загадка для ученых? Да. Спасибо.